Нижний Новгород Ну потихонечку у нас городские власти идут к этому Скоро будем жить в бетоне и в асфальте Но правда асфальта все меньше и меньше Видимо будем смотреть только на бетонные стены Пыль кругом, разметки нет Но радует просто погода, что все-таки приходит, все-таки весна И видимо это у нас генетически радоваться, вот это майское такое настроение Скоро майские праздники Там можно практически неделю погулять, съездить на дачу, навести порядок С картошкой разобраться, там с капустой, кто с чем Ну от того наверное, что в центре города у нас больше становится бетон и асфальт И казалось бы должны выиграть в первую очередь автомобилисты Все должно улучшаться в этом смысле Но ведь говоря о постоянных проблемах с парковкой Особенно в центре города Как активный борец с людьми, которые нарушают правила Не с людьми, во-первых С нарушителями Да, с нарушителями Никогда с людьми ЛДПР не боролась Наоборот мы говорим о том, что мы все делаем для того, чтобы Нашим уважаемым нижегородским водителям Но еще есть не водители, есть просто люди, которые пользуются общественным транспортом Чтобы могли спокойно и вовремя доехать С точки А до точки Б Но не все происходит так, как есть Потому что вот Есть водители, которым наплевать на все И они ставят свой автомобиль, могут даже поперек поставить, поперек трамваев И люди просто не могут доехать до работы, до больницы И просто доехать не могут Включая даже и автомобили обычные Ну а что касается тогда средств борьбы с такими нарушителями Людьми, которые не ставят правила в главу угла Что называть, что там паркуются, где хотят и так далее Что здесь? Фото-видео фиксация помогает или что-то еще? Ну, если говорить с самого начала Серьезно, действительно, у нас обстановка в городе Нижнем Новгороде Очень много здесь офисов Очень много офисных центров, магазинов в центре города Улочки очень узкие И, в общем-то, те сотрудники ГИБДД, которые пытаются все это дело разрулить Здесь в Нижнем, конечно, их не хватает И эвакуаторов не хватает И я вот сегодня наблюдал В том месте, где пробок нет, эвакуаторы Эвакуируют автомобили А в том, где пробки Там как бы все стоит Я понимаю их, если эвакуаторы еще там встанут Вообще все встанет Но все равно с этим надо бороться И поэтому здесь эвакуатор, конечно, помочь не может И здесь нам нужно вводить Не только, я думаю, что видео и фотофиксацию Но уже пора уже подумать Это не популярная мера Но надо подумать все-таки О введении платной парковки В центре города Нижнего Новгорода Я не говорю о том, что нужно какие-то большие деньги С этого брать Но порядок какой-то наводить Но только с тем условием Если эти деньги пойдут на развитие Нашей дорожной обстановки В городе Нижнем Новгороде Именно вот этим должно заниматься Муниципальное какое-то предприятие Которое будет также ответственно Условно за порядок За приведение в порядок дорог В городе Нижнем Новгороде И также, чтобы эти деньги шли На какие-то платные, небольшие Или, может быть, муниципальные Бесплатные парковки в центре Ну, а тема платных и бесплатных парковок Это, что называется, притчевые языцы Потому что периодически у нас в городе возникают Да уже не притчи, на самом деле Притчи уже Мы все уже эти притчи прочитали И сейчас уже страшный сон, понимаете После этих притч То есть мы уже не засыпаем от этих притч Мы уже просыпаемся, наоборот, по ночам Поэтому нельзя назвать это притчей Это серьезнейшая проблема в городе Нижнем Новгороде И с каждым годом это будет все ухудшаться И ухудшаться В Нижнем надо менять форму движения транспорт Надо водить все-таки одностороннее движение На многих улицах Надо закольцовывать движение С этим надо работать Но если люди не работают Если чиновники городской администрации Не работают над этим То, в принципе, как бы Начинается только нам, депутатам Писать запросы в прокуратуру Писать запросы в ГИБДД Заниматься вместо парктрона вот этого Разбором видеофиксации Потому что сейчас очень много нижегородцев Присылает нам адрес, фейсбук Именно фотографии с обнаглевшими водителями Которые ставят свои супер дорогие И супер недорогие автомобили В зоне действия знаков Ну а также на пешеходных улицах А также проезд по пешеходным улицам Такой, как Большая Покровка Да, Большая Покровка, конечно, это отдельная история Даже на минувших выходных была история, которая на весь город прогремела А велосипедисты преградили путь Ну, кстати, да Нет, я бы еще и велосипедистам там преградил путь На самом деле Я не говорю всем велосипедистам Вот я еще год назад Отправлял запрос на имя Кондрашова Глава администрации города Нижнего Новгорода По поводу того, что пора уже в Нижнем Новгороде Не то, что пора А когда вы ведете вообще велосипедные дорожки Хотя бы на Покровке Потому что вчера я вот прошел специально по Покровке Посмотрел, эти велосипедисты гоняют И мамаши своих детей просто держат в обнимку Потому что боятся Потому что на велосипедах можно так сбить человека И убить просто можно человека, понимаете Как на мотоцикле практически Поэтому необходимо на Большой Покровке Да и вообще в городе Вести именно велосипедные дорожки Чтобы люди не ходили по этим дорожкам, как в Москве А велосипедисты только там ездили Если велосипедист гонит со всей дури По Покровке Она довольно-таки, допустим, в выходные она забита конкретно Особенно если хорошая погода То естественно Вот такое дорожное происшествие с участием велосипедиста Оно уже сводится как бы к 100% Ну и предложение действительно разумное Потому что даже администрация региона Администрация города Говорят о том, что появится велосипедный маршрут Который в том числе пройдет и через Большую Покровск Вплоть до парка Швейцария Когда мы все уйдем на пенсию И лет через 100 они откроют Мы говорим они об этом Мы говорим, чтобы вот завтра, послезавтра уже открывать Мы хотим уже пройтись спокойно по Большой Покровке И не только мы, даже гости нашего города С удовольствием прошлись по Покровке И прогулялись Если бы не гоняли там эти велосипедисты Я уже не говорю про автомобили Наглецы тоже там ездят и автомобилисты Но вот вчера проходил В принципе уже автомобилисты не ездят Видимо как-то влияет это все Тема вот Нижегородская Она поднимается Люди вроде читают интернет и понимают Теперь остались велосипедисты еще С ними надо как-то побороться И мотоциклисты Я вчера видел там мопедисты Ну а без номеров катаются Ты можешь сейчас сезон Все выезжают Ну да, опять же, видите, без номеров Мотоциклисты ездят без номеров Вот такой мотоциклист задавил кого-то Очень много мотоциклистов Я сам езжу на мотоцикле Сам это люблю Но у меня всегда есть номер Я всегда уважаю других участников движения А есть мотоциклисты, которые ездят Сбивают зеркала Бьют по капотам Ну а его как поймать? Он уехал, у него номера даже нет С этим тоже надо бороться Это тоже люди, которым наплевать на наше общество В котором они живут Для всех наших радиослушателей Напоминаю, в гостях у нас Александр Кордюмов Депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции ЛДПР Давайте снова к автомобилистам Потому что не секрет, что уже Длительное время вы боретесь с тонировкой С незаконной И здесь какие-то Есть ухищрения, уловки Которым автомобилисты приходят Чтобы не попаться Под эту кампанию Нет, все очень просто Нам присылают фотографию Или на сайт Оставляют ЛДПР Нижегородской организации Или по почте Естественно с указанием Времени, даты, места И с тонированного автомобиля С номером, естественно Мы это Я это отправляю Так и обязан реагировать На наши граждан На их запросы На их письма Обращения Отправляем все в ГИБДД Спасибо управлению ГИБДД Которое вовремя все это решает Вызывают сразу Они участника движения Скажем так Хозяина автомобиля Вместе с автомобилем И очень многие уже приезжают Без тонировки Уже очень многие Я думаю 50% уже приезжают Без тонировки А некоторые прям вот Наглости набираются И приезжают в тонировку И сразу там все и происходит Там сразу снимается Тонировка и так далее То есть ГИБД работает Но помочь надо Вот я еще раз говорю Надо вот все эти Вот как Москва Вот сейчас Москва Разрабатывает Программу запрещения Для андроида Для айфона Чтобы люди просто Сами фотографировали И сами отправляли Вот когда в Нижнем Сами наши граждане Будут фотографировать И отправлять Тогда не будет Вот такой наглости Вот стоят и на газонах Стоят и Чуть ли не на лестницу Заезжают Ну поверьте Я понимаю Что всем надо добраться До места Понятно что Городские власти Ничего не делают По поводу стоянок Там и так далее И тому подобное Но мы же не должны Лицо свое терять Мы же должны Тоже оставаться людьми И если Администрация И с чиновники Уже не люди практически Да то есть Им наплевать на нижегородцев То тогда Нам мы что Мы тоже такими Нет мы должны Это понимать И как то Мы должны Примерно расчет Как в Москве Допустим Мы выезжаем И смотрим Там встать нельзя Там здесь нельзя Есть платная парковка Есть платный паркинг В центре города Я вам хочу сказать В Москве очень хорошо Решили этот вопрос И там есть место Где можно встать Сейчас в центре города Ну если Капеллировать Каким-то конкретным цифрам В рамках Какой-то компании По борьбе с тонировкой Сколько Людей Скажем так Поняли Путем получения штрафов Потому что они были неправы Ну насчет Поняли не поняли Это вопрос Наверное все таки К самим людям Которые Если кто-то слышит Они уже это поняли И говорят Наверное Курневов негодяй Встретим его на улице И так далее Проколим машины Если увидим его на автомобиле Это я понимаю Все прекрасно Но Думаю что Ну вот мы направили Порядка Ну где-то на 350-400 автомобилей Уже за год Мы отправили Ну сколько можно Мы же не парктов Мы не ездим Это вот сколько люди Нам присылают Просто реально Обычные граждане Нижнего Новгорода Ну не только там было бы По тренировке И по парковке И по газонам Вопрос этот решался И наказывались водители Поэтому Еще раз говорю Надо обращаться Мы говорим Я в фейсбуке Даже группу создал Прием на депутата Госдумы Курдюма От ЛДПР Направляйте туда Свои фотографии И будем бороться Раз пока Власти не могут разобраться Кому будет принадлежать Этот паркон Иванову Петрову Сидорову Или областной администрации Или какой-то фирме Нам самое главное Чтобы можно было Спокойно Двигаться По дорогам Города Нижнего Новгорода Стоять уже Негде практически Это уже вопрос К администрации Мы будем долбать Администрацию области И города Чтобы они строили Здесь эти парковки Наземные Подземные Что хотят Пусть то и делают Вот Но нам нужно двигаться Хотя бы передвигаться А сейчас автомобили Стоят так уже По-хамски Что уже проехать нельзя Он понимает Что проехать нельзя Но все равно поставить Потому что ему Здесь вот надо встать И он здесь И он ушел И даже не бояться Что кто-то Каким-то там Ключом Или чем-то Я никогда так машину Не поставлю Потому что я понимаю Что кто-нибудь Мне что-нибудь нарисует На машине Послание оставит А люди даже этого не боятся Потому что машина застрахована Даже на это иду То есть хамское такое поведение В обществе С этим надо бороться Я призываю всех Нижегородцев С этим бороться Да Ну раз уж мы Перешли к некой Такой моральной стороне дела Вот из первых Удшек называется Госдума собирается принять Некий моральный кодекс депутата Насколько я знаю Одна из последних новостей Вот какая позиция здесь Фракции ЛДПР Реально ли действительно Нужен такой кодекс Или если принимать Для журналистов Для депутатов И для прочих Самый серьезный Моральный кодекс Самый серьезный Момент Это для депутата Это когда его не выберут То есть депутат Вы поймите что депутат Это выбранная должность Это же не чиновник Кодекс должен быть у чиновника Который назначенный Да Ну может быть можно и у депутата Но самая проблема в том Что депутата уже не выберут Если он плохой То есть если ты плохой депутат Если ты не работал Если ты плевал на своих избирателей Занимался своими делами Весь скажем так Выбранный процесс Если ты вспоминаешь Об избирателе Только во время выбранных кампаний То это еще хуже Понимаете Чем вот что-то Чего-то как Поэтому я думаю Что у депутата Любой Любого Скажу уровня Начиная с сельских поселений Заканчивая Госдумы У него самый главный Один Скажем так Способ наказания Это то что У нас Будущий срок Его не выберут И он останется Как бы на улице Самая главная проблема Депутата Поэтому Считаю что Ну можно что угодно Придумать моральник Можно и наказать Можно лишить депутатского Мандата Кому-то Поведение депутата Покажется Хорошим Кому-то плохим То есть разное мнение В обществе Вы же знаете Насколько общество У нас разное Люди разные Воспитание разное И здесь Мы должны Все таки обращаться К лицу К нашим избирателям И только избиратель На выборах Которые проходят Осенью Всегда Каждого года Скажет депутату Да или нет Этому или другому Ну что ж Спасибо большое Александр Борисович Курдюмов Был в гостях у нас На Большой Печорской 33 Депутат Государственной Думы Фракции ЛДПР Спасибо нижегородцы вам Что нас послушали Ждем вас еще у нас в студии Впереди информация О пробках на дорогах And then Рай Субтитры создавал DimaTorzok